Мы с вами настолько уже вылетели за тайм, что не буду я читать свою свою длинную презентацию. Она была рассчитана на 20 минут, а просто очень кратко расскажу о том, что такое чердак и, может быть, пару барей каких-то. Это чердак науки — это новый портал, который родился чуть больше года назад по решению одновременно ТАССа и Миноборнауки. И я в середине этого лета с удовольствием принял предложение туда перейти, потому что это то, чем мне давно хотелось — соединить в одном месте все форматы полиализации науки. Да, я вот это вот написал. Это и короткие тексты, и длинные, инфографика, всякие фоторепортажи, множество форматов видео, от забавных до серьезных, целые видеокурсы, смешные видео, обучающие, какие угодно. Мультики мы делаем и будем делать скоро игры. Кроме того, нас отличает то, что мы по революционной политике не менее 50% времени и места отводим отечественной науке, а лучше больше. И еще мы делаем одну забавную вещь, которая сейчас очень востребована на Западе. Лена про нее говорила слегка, что на Западе ждали советскую науку, ждали советскую, получили российскую. А мы вот этим отчасти занимаемся, потому что мы формируем так называемый Russian Scientist News Feed. Мы переводим практически все новости по отечественным вузам, по универам и по НИИ, которые получаем, соединяем их в ленту и продаем. На нее очень большой спрос неожиданно появился. Насколько я знаю, пока никаких агрегаторов на английском и других русских новостей не существует. Еще занимаемся массой других всяких вещей, флангероприятий, фестиваль мы проводим, вплоть до изобретения всяких научных игрушек. Премиум у нас будет в следующем году. Книжки мы печатаем, кстати, Побединского. Несколько человек поднимали руку, что знакомы с ним. За два месяца лет мы продали 8000 экземпляров. Книжки Побединского, которые мы назвали только физика, только хардкор. И хорошо расходится. Сейчас печатаем третий тираж уже. И в следующем году выпустим еще несколько книжек. Зачем я про все это так подробно говорю? Потому что недостаточно для публиализации науки делать только тексты. Какие бы они ни были хорошие, даже самые замечательные. Надо делать все. Как мне и детства в свое время сказали, дай им все, что они захотят. Люди хотят всего, чего угодно. Любых текстов, любых видео, любых форматов. Дети хотят игрушек разнообразных, оффлайновых, онлайновых. Люди в целом хотят приходить на фестиваль какой-нибудь научный под Крымский мост, который мы проводили в конце лета. Надо им дать все. И тогда дело пойдет. А как это давать? Это совершенно другой вопрос. Меня люди очень хорошо рассказывали. Я все равно не успею рассказать так много, как Лена Брандт, например. Потому что вообще на свете есть только два человека, которые умеют так быстро говорить. Один очень приятный Лену Брандту, другой не очень приятный Титаканблаки. Но они все равно успевают впить полуторачасовую лекцию в пять минут. Я этому не обучался. Поэтому что можно сказать про то, что надо делать с полуализацией? Вот у меня тут была какая-то картина. А, кстати, вот хорошая цитата, я ее тоже зачитаю. Это тот самый Паркинсон, которого вы знаете. С которым мы почти знакомы. Он, правда, умер. Нордкат Паркинсон. Это тот, который изобрел законы Паркинсона. Он в свое время написал, что пивовар считает, что его конкуренты другие пивовары. Издатели считают, что его конкуренты другие издатели. На самом деле он конкурирует с посовщиками поросных шлюпок, байдарок, пива и чего угодно. Если он отнимет свою аудиторию у них, будет хорошо. Если он вложится в свою рекламу и в свое продвижение, он получит свои деньги. Иначе их получат не другие издатели, а производители шлюпок или волейбойных ракеток. Из этого мы и исходим. Посмотрите, вот забавные картинки. Может быть, вы видели, наверняка вы все поиски соцсетями. Такая очень похожа на правду. На ней написано «Уважаемый мистер Эйнштейн, мы, к сожалению, вынуждены отклонить вашу кандидатуру на должность профессора Бернского университета», потому что ваши взгляды на свет и на соотношение пространства времени, конечно, любопытны, но являются скорее артом, чем физикой. В общем, любопытная штука. Я перепечатала, не знаю, может быть, миллион всяких источников. Это им показалось клевым, потому что всегда очень интересно заниматься не просто рассказом о науке, но срыванием покровов таких. На самом деле, самое интересное, это сорвать покровов с того, кто его срывает, потому что вот мы взяли эту картинку, посмотрели на нее и увидели, что в ней масса серьезных ошибок. Вот, например, на печати университета Бернда. Они не видят никакого отношения к университету Бернда. И почему-то на английском языке, между немцем и немцем. Ну, видимо, тот, кто изготавливал эту фальшивку и представление имел, что люди разговаривают на каких-то других языках, кроме английского, или просто не знал немецкого, но мы обратили на это внимание. Наконец, улица, которая здесь указана, Сидорфшальс, она до 1932 года, насколько я помню, называлась Умбертсвайштаса. И факультеты не были разделены на два, как здесь написано. Ну и почтового года тогда еще не было. В общем, мы провели такую небольшую работу, которая похожа на научную работу, в частности, архивиста. И когда читатель видит, как к нему относятся, что ради него какое-то издание готово побыть научником некоторое время, им это нравится. Это нам принесло множество всяких лайков и шеров. Но это не по соцсетях, это скорее статья. С соцсетями не получается работать, на них там много времени, у нас всего 12 человек. Наконец, как вообще работать? Очень многие говорят, как же вы, господи, бедный, как вам приходится тяжело, когда вы пишете, например, о физике? Ну, а там еще биологика какая-то или лингвистика, это всем понятно. Жаль, что вы не пишете о футболе, в этом вообще каждый разбирается. А вот о физике, а как? И тут я хочу вам рассказать небольшую байку, как надо про это писать о физике. На самом деле, практически на любой пример можно, на любой физический феномен можно придумать. Хороший рассказ этот, в частности, придумал не я. Как-то мы сидели с моим очень хорошим другом и прекрасным научным редактором, Димой Мамонтовым, и говорили о физике, и он, в частности, об Азе-Иштейнском конденсате. Я готовился к передаче, я веду на радио их Москву часовую передачу по пятнице, на Уфоусе, может быть, кто-то не слышал, если не слышал, послушайте. Я думал, как же про это рассказать? Он говорит, а вот представь себе, что все люди — это частицы. Вот они разделяются на мальчиков и девочек. У мальчиков на брюки пошел метр квадратный полотна. Это целый спин, они бозоны. А у девочек всего полметра полотна, потому что они одеты в юбочке. Это фермионы. Ведут они себя по-разному. Когда мальчики все вместе собираются, видят, что они одеты в одинаковые костюмы, они хлопнут друг к плечу, становятся лучшими друзьями, ставят друг другу пиво, чувствуют себя прекрасно, ведут себя как единое целое. Это и есть бозонный конденсат или конденсат Базе-Инштейна. А девочки ведут себя по-другому. Когда они все собираются и видят, что они одеты в одинаковые юбки, они фыркнут, не садясь друг с другом на диванчике, и вообще отворачиваются. Это принцип запрета Паули. Теперь представим себе какой-нибудь гигантский супермаркет, который сейчас много понастроили. Внутри массовики магазинчиков, бутиков и прочих развлечений. Вот супермаркет, это у нас проводник. То, что внутри находится, это кристаллическая решетка. Теперь запускаем туда девочку Фермиона, и она испытывает многочисленные соударения со всеми бутиками и выходит оттуда с изрядно похудевшим кошельком. Это, господи, поскольку электроны — это фермионы, то это принцип сопротивления. А, кстати, про мальчиков я буду сказать, что когда закричали «наши их бьют», то мальчики сразу ринулись все в одну сторону, не мешая друг другу. Это сверхтекучесть. Что еще можно про это сказать? Что когда вы объединяете двух девочек-фермионов, получается куперская пара. И вот они, значит, как бы на входе в супермаркет встретились, зацепились языками и начали болкать о мальчиках, об учебе, о чем-то еще, о чем болтают девочки, они очень в курсе. И они прошли весь супермаркет совершенно не задерживаясь из одного конца в другой. Это называется сверхпроводимость. Ну, вот сейчас вы только что за минуту, или за сколько я там ложился, в полторы, узнали примерно то, что студенты узнают из годового курса квантовой физики. Я шучу. Не совсем, но почти. Но вот так, в принципе, можно рассказывать о науке. Вот я кого-то зацепил. Я надеюсь, что здесь не все физики. Я никого не покорыгал своим рассказом. А когда ты этих людей зацепил, можно им подсунуть и нечто чуть более серьезное. Вот так мы и пробуем работать. От менее серьезного, более серьезного. Все, спасибо, у меня время вышло.